Это кладбище было, колумбари. Вот представьте себе, вы пришли в этот город и у вас есть какая-то сумма денег, вы хотите чем-то заняться, вы хотите здесь посесть. Мы прошли по городу, как мы сейчас в аренду снимаем определенное помещение, как и тогда, искали подходящие помещения, и то, что умели делать. Вот этот человек умел, например, готовить и кушать. Женщине совершенно не обязательно было уметь готовить, потому что ей негде будет это делать. Так, сегодня первое воскресенье месяца, вход в Помпеи бесплатно. И мы опять идем бесплатно. Сейчас пойдем. Сегодня самый несчастный день в музее. Бесплатно. Пожалуйста, проходите. В АВ на господа, встаньте, пожалуйста, один за другим в очередь. Меняйте, как вам удобно. Только меняйте сразу. Я не хочу поменяться. Темный материал. Образовался холм, который сошел. Лава сошла к берегу моря и сошла в устье реки Сарм. Так вот, береговая линия расположена вот там, по линии холма. Мы там будем выходить, в той части. А река проходила примерно здесь, где вот парк из деревьев. И тут-то это было устье реки. Естественно, что такое вот географическое здоровье. И в это время подойдет, уважаю, друг, по-моему. Такой вот, по-моему, 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 по-моему. Чтобы не было, чтобы мы с вами... Пожалуйста, идем все, мы на эльборчик. Пожалуйста, идем все, мы на эльборчик. Пожалуйста, посмотрите, что днем не с нами. Вот, мы с вами встретимся. Вот здесь мы встретимся. Служила квадрифортиком, да? Что такое квадрифортик? Так как по центральной улице у нас раньше дефилировали. Друг нам долго смотрели, здесь ожидали, демонстрировали наряды. Здесь отдыхали, в общем, в стакле, в большом театре. А большой театр, вот смотрите, у нас виднеется часть стены, украшенная колышками. Потому что на большой театре, вы знаете, колышки, знаете, одежда, чтобы защитить от палящей жары. Ну, обращаю ваше внимание, в 63-м году, когда происходит землетрясение, город тогда был частично разрушен, да? И вот дальше 17 лет ведутся восстановительные работы. Именно благодаря этому стены в такой идеальной сохранности. Что, как только что после ремонта, да, пришло извержение. Ну, и очень важен такой вот аспект. Смотрите, что города внутри нас застроили, видя, они брали откуда-то издалека. Строили с того, что было под ногами. А под ногами был известняк реки Сарна. И был вот этот, конечно, стебазаль, да? Конечно, который не годился для обычных отчастей. Хорошо, давайте еще раз, а то посмотрим. Давайте, давайте, давайте. Вот, когда изначально не существовал бетон, то строили крупный медлог. Я говорю, большой я не имею в виду Москву. Я имею в виду просто по величине, да? Ну, Мау, большой театр, он всегда был открытый. Он конец был только в летнее время суток, в летнее время года. А вот Малый театр, мы стоим там, где артисты готовились к выходу на сцену, да? Ну, в общем, в идеальном состоянии, потому что здесь нечего было разграбить. Здесь были те камни, которые в большом количестве валялись везде, да? Здесь не было ни оденшим рамором, ни тех печать. И Малый театр имел крышу, вот. И мы стоим там, где главный герой выходил на сцену. Смотрите, это в личности, мы играем в театре. Так, ребята, Помпеи. Улицы, город. Ну, ты ж не просто снимаешь, тебе говори. Говорю, Помпей. Ну, это какая-то улица, да, была? Да, я там снимала. Ну, это дома, улица, наверное. Вот такой. Узенький пароход для суфлёра. Очень небезопасно, потому что пешок вулканический, если попадёт под подошву, будет гореть, как на вулканах. Итак, перед нами главная улица города. Главная улица. Посмотрите, одна из главных улиц торговых, которая выходит к реке. Вот дальше ворота к реке. Поэтому, несмотря на то, что она как бы не Дехумана, Дехумана были главными улицами, она направляет к реке и главная торговая магистраль. Вот если вы посмотрите, каждая дорога в обязательном порядке уклон. Не строили, даже не узкий переулок, чтобы это была гладкая поверхность. Обязательно предусмотрен уклон для того, чтобы истекали нечистоты. В этом городе канализация водопровод появится только в первом веке до нашей эры. А до этого все нечистоты выливались и истекали вдоль обочины. А теперь обратите внимание, вот эти блоки, на которых все любят сфотографироваться. Вот в Иркаланах таких блоков нет. Там была канализация, там город совершенно другой предназначенный. Там нет торговых улиц, потому что то был город, где люди, в принципе, приезжали туда отдыхать на море, ставили квартиру, а это торговый город. И вот скажите мне, вулканический холм, как его выровнять, да? Ладно, когда укладывали эту дорогу, здесь двухметровый слой дренажных материалов, сверху вулканический базарь, за счет подушки выравнивали. Но необходимо было ее выровнять за счет обочины. Обочина везде разной высоты. В некоторых местах она доходит по 80 сантиметров, да? Рост маленький. А ну попробуйте, вот смотрите, как там. Попробуйте запрыгнуть, и когда вы не уходите в ховорот, и вы так целый день подняться на тротуар, спуститься с тротуара, да? Поэтому вот эти блоки, они всегда вровень с тротуаром. Они помогали переходить на другую сторону, не пачкая ноги. Между ними хорошо просматривается колея. Здесь она придется в бутылку. Почему? Сегодня просто день особенный, бесплатный вход. Поэтому они многие, немногие объекты закрывают, да? Потому что, ну, экономят. А что он такой светлый, если вы хотите, вот там, например, в Каменоке, а тут все так светло, что он еще не знал. Ну, типа светлый камень, я не сказал. Да нет, он... Знаете, у вас, думаю, первая мысль родится. Обратите внимание, на трипода. Я засмотрю эти подсчетки. Есть такие сквозные дырочки. Вон там она протелся. Вам очень сейчас покажу вам дальше. Это места парковки транспорта. Вот дырочка. На чем ездили? На осликах, на валах. Лошадь так низко не приведет, да? Вот лишний раз там объясняют, что на лошадях по городу никто ничего не возил. На лошади мог приехать посланник государства, воин мог. Это лошадь, но никак не хуже. Вот транспорт. Лошади так как Мерседелс? Ну да, да. Порш-Корейшка. Слушайте, а лошади были тоже того времени, такие же, как и сейчас? Вы сказали просто, что люди были маленькие? Нет, но лошади есть разные породы. Да. И если эта лошадь был боевой скакун, это одно, потому что для коней все использовалось. А были и такие маленькие джаги. Вот на Сардыне у них есть знаменитый праздник, да? Это лошади, которые до сих пор живут на воле. И они очень маленькие лошадки, чуть больше фонии, да? Но они неукрощенные лошадки. И вот кто сколько на секунд продержится на ее спине, да? Вот такие соревнования есть. Это как мародоры выступают. Обратите внимание, вот стена у нас вложена как раз такими крупными блоками. Как построили, когда? Да? Просто в 62-м году, когда город реставрировали, эти блоки сохранились в хорошем состоянии. Поэтому люди, жители, они не стали их и трогать. Просто проложили бетоном. Вообще, я вам скажу, конечно, вот этот город, этот люди, я люблю больше всего делать. Уже 17 лет хожу по нему, а каждый год я для себя открываю что-то новое. Вот это для любителей и истории, это просто клавиш. Просто ты начинаешь анализировать и понимать определенную взаимоотвязь. В том, что ты видишь, как это могло быть использовано. Господа, судя по количеству людей у входа, я думаю, что дом держит открытым. Я хочу вам на примере одного дома показать практически целый город. Потому что этот дом, полагают, принадлежал семье Гния Помпея, один из самых богатых домов этого города. И более того, я вам должна сказать, что он первый, который был накрыт срышей и защищен. Отсюда ничего не вывезли, там все это было. Вот этот дом, скажем, он по соседству, с тем богатым, посмотрите на слепых дверей. Это слияние, когда она была из дерева. Ого! Таким образом, мы действительно слились. Мы, когда зашли до культурного слоя, стали замечать, что все, что лежало на земле и было накрыто грязью, со временем разложилось. Дерево, посудное разложение, не стало остаться, дерево разложилось. Это знак того, что в доме жил политик, и у него были клиенты, которые по утрам сидели на лавочке и ожидали возможности войти. Господа, пожалуйста, будьте очень осторожны, следите за детьми, потому что на стены нельзя облокачиваться, присаживаться нельзя. Здесь сохранено все оригинальное. Здесь эту штукатурку, клочок за клочком восстанавливали. Они мечтали его продавать за отдельные деньги. Не удалось, да? Но это был первый дом, откуда ничего не вывезли, а все накрыли, да? Здесь были найдены большие сокровища в этом доме. Политик был. Политик был. Ну и причем, вы знаете, такие они удачливые были, потому что соседи бедные попались. Соседи разорились, и они все присоединяли, присоединяли территорию. Поэтому дом огромен. Огромный-огромный дом. Один из самых больших, который есть в этом городе. Самое право. Здрасте. 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 Господи, вот дом поделись через вестибул. Так вот, вестибул по имени богиня Весаха, которая охраняла домашние печали. Вот там, как правило, выставляли посмертные маски предков, либо предков. И когда человек, солнышко, большие дела, предки его сопровождали в дальний путь. Все дома в этом городе, мы дальше будем проходить, вы будете видеть их полуразрушен. Но принцип везде один и тот же. Вестибул ведет во внутренний двор Атриум. С него начинался дом. В центре двора обязательно имплюви бассейн. Над ним комплюви отверстие в крыше. Здесь крыша восстановлена, как строили в Петруске, балочная. Есть еще колоннами, это тосканский Атриум. А это вот балочная крыша, где экономия места получит. Колоннами, да? И вот это отверстие, в принципе, до первого века, до нашей эры, когда появился водопровод, было всегда открытым. Оно освещало дом, сюда попадала вода, уходило в подвал, потому что каждый Атриум стал, в первую очередь, на подвале грушевидной формы. Это главный источник питьевой воды. Вот этот блок убирали, и оттуда сосудом набирали воду из подвала. Что еще очень важно иметь в Атриуме, это алтар для почитания пенатов. Они вели такую завоевательную политику римлянии. Богов было море в пантеоне, но почитали в каждом доме пенаты богов домашнего очага. И мы в родные пенаты до сих пор ездим, возвращаемся. Хочу обратить ваше внимание, влиятельный был хозяин этого дома. И есть небольшой салон, где он принимал своих друзей, Смотрите, какой здесь труд остановить вот эту роспись. Когда появился в Риме художник Александр из Греции, расписывал золотой дом Нерона, появился вот этот стиль иллюзий, когда рисовали как бы открытые окна, вторые этажи, на стенах изображали целую жизнь. Здесь эпизоды Строянской войны изображены, да? И опять, смотрите, в стене отверстие для балки, чтобы висела штора, которая прикрывала бы помещение. Но видите, какая высота? А дальше у нас спальная комната, никаких окон нет, ничего. Почему? Потому что дверь, которая закрывала только до половины, верхняя часть оставалась для вентиляции и для света. Свет весь благодаря отсюда падал. Поэтому, вы знаете, у итальянцев до сих пор привычка жить в полумраке. Вот, может, как мы ими соседями, и твои узлы, видны издалека, у меня всегда беседы и жалюзи открыты, они, да? Потому что мы свет ценим. А у них даже, простите, что зимой, я понимаю, летом жарко, но зимой, когда солнце не всегда есть, а все равно жалюзи закрыты. Все сидят с лампочками включенными, дневного светлого, белого дневного света, где все трупы. И вот так, да? Вот это самое важное место в доме, потому что это таблини, кабинет хозяина. Смотрите, как он расположен. Напротив входа туда, оттуда придут клиенты. На сквозняке, да? Но это все можно закрыть, потому что это с одной стороны жалюзи, ездили как гармошка, с другой стороны отверстие в колонах, висел занавес, да? Но важно другое, что когда хозяин хочет показать свое богатство, он экстра раздвигал. Да, и тогда те, кто приходил в Атриум, имели возможность увидеть внутренний сад. Нельзя садиться, ну я же предупредила, пожалуйста. Не, не трогайте, не садиться, чтобы нас не сдали. И обратите внимание, при раскопках обнаружили, что хозяин тайную комнату имел. Потому что, смотрите, помещение как на сквозняке. Ну, это не проходной комнат, сбоку коридор он сохранил. А это тоже был когда-то коридор. Но этот коридор оказался на момент гибели города заложенным. И появилось некое тайное помещение внутри кабинета хозяина, да? Врачи, ваше внимание, когда раскапывали обновленные корни старых растений, и эти растения восстановили, этот сад восстановлен один к одному. Восстановлены виноградники, которые здесь когда-то росли. И виноград до 90-го делали. Оно продавалось в аукционах когда-то. 5 тысяч евро бутылка. Вот. Ну, так что сад тоже восстановится. Посмотрите на саду черепницу, которую вы видите на крыше, да? Мы дальше увидим трубы, по которым вода спустилась с крыши. Так вот это половинка трубы. Разрезанная и становится черепницей. Они все очень небольшие пращицы. Вот обратите внимание. Каждая капелька воды опять стекает вот в этот желобок и уходит в подвал. И там тоже хранят воду. А вот это калкодица настоящая, да? Оттуда открывается крышка и вся вода из подвала. Можно набирают ее оттуда. Хочу обратить ваше внимание. Здесь великолепно сохранилось. Удивительно, что они нас подсветили сегодня в честь вашего приезда, наверное. Здесь всегда полумрак. Оригинальные мозаики, оригинальная роспись. И это была зимняя столовая для семьи. И опять-таки ни окон, ни дверей, да? Дверью будет, но до половины, чтобы свет все проникал. На заметьте, на мозаика присутствуют египетские мотивы. Лодка, которая плывет по реке. Путешествие из мира живой, мир мертвый. И вообще в этом доме очень силен пульт почитания египетской культуры богини Исиды. Когда Кавкус не пытался искоренить этот культ, было невозможно. Вплоть до христианства почитание Исиды, младенца. Гора существовала. Оригинальный полк. Посмотрите, в этой части он продал им. Он упал, потому что вся вот эта масса долгое время лежало здесь. Поэтому и появилась вот эта вот продавственность. Обратите внимание, любой такой богатый обширный дом имеет несколько выходов. Почему? Потому что узкие переулки, вот тот переулок, куда мы сейчас пришли к этому дому, свернув с главной улицы. Это все одностороннего движения. Поэтому когда люди выходили дома, они помнили, куда они идут. Не только транспорт в одном направлении шли люди. Смотри, как выглядит роскошно атриум женской половины. Фантастика. Ритовой колодец. Мозаики. Если вы заглянете вот так вот в мудро, увидите еще две комнаты с великолепными враморными полами. когда еще не было в спальне, а другая то ли гардеробная, то ли ванная манагличка, по крайней мере. Да. Женская половина. И в конце, а это перискать внутренний дом, это интимная часть дома. Находится и сакральная часть. Во-первых, здесь почитали умерших предков. Когда человек уходил из жизни не снимали восковую массу. Почему? Потому что предки не гордились. Предки говорили о твоем происхождении. Поэтому с этой маской по голове похоронных процессов были такие плакальщицы, которые днем по совместительству торговали с собой на девушке. Ну, девушки, которых родители отправили зарабатывать плакальщицы. И вот эти плакальщицы по ночам работали. Их нанимали в похоронных процессов. По голове процессов шел кто-то. Замечено было одно. Прирасковка. Там, где были вот такие блоки греческие, балки, там очень сильно большие разрушения. Но где были арки, такие, петруцкие, приподнесли строительную искусство, и римные люди переняли. Там очень хорошо петруцкие сохранились. И сохранилась вот эта лепнина. Потом, когда открыли древнюю помпею, начали оформлять помещение, как у вас, знаете, там все золото рисовали, и лепниру. Мы стали делать после этого помпеи. Поверь, это дом называется домом Минандром, потому что все-таки в Тубахаде остается. Но называемые многие дома о определенной фреске там с какого-то применителя. Вот его называют домом Минандра по вот этой фреске, где изображен знаменитый поэт Минандр. Изобразили его на тот момент пира, когда уже все спели, много выпили, но пили до сих пор разбавленное вино. Вот когда дают бак неразбавленного, раздают гостям венки из цветов по куче, да, поэтому аромат цветов, аромат вина, да, какое-то настроение очень игривое, если вы помните эту легенду, единственное греческое пантеоне, которое презрело любовь. И вот каждый из художников как хочет, так самовыражается. Вот гнев Дианы на юношу охотника, который подсмотрел за ней обнаженный, купающийся, страшен копье гнева, да, она превращает юношу постепенно в оленя, но друзей уже превратила в собак, и они терзают тело бедного юноша, он от них бежит быстро-быстро, по дороге превращается в оленя, собаки его гонят, а здесь он уже оленем пьет водичку. Свершилось. Вот здесь посмотрите, как мозаика смещена к выходу, да, а там осталось помещение, полагаю, что здесь была спальня хозяина, а здесь достаточно фривольная сцена, где Марс изображен и Венера, такая любующая вся сцена. Так, мы сначала подойдем туда, и в обучении туда. Вот это много вопросов возникло. Смотрите, вот это помещение триклиния. Что такое триклинии? Триклином называлась ложа, которая была предназначена на трех пирующих. Втроем лежали на диванчике, да, и помещение, где пир проходил, стало называться триклинии. Оно очень высокое, вы видите, обширное, здесь пировали только мужчины, женщины в соседней комнате. Римлянки не имели права с мужчиной находиться на одном пиру. На одном пиру с ними рядом в приставных табуретках сидели куртизаны. Женщины в отдельной комнате были. Презирали гречанок, женщины-трусок, которые пировали вместе со своими мужьями. Но на определенном этапе вот это обнаружили. И вот из-за этого тут сыр-бор очень колоссальный. Значит, я слышала, кто-то из моих коллег говорит, это баня. Неправда, банями быть не может, потому что сохранилась следы штукатурки на стене в воде. И сохранилась великолепная мозаика пола. Так вот, мне больше нравится версия, я вам сейчас докажу, что я права, потому что услышала эту версию от моих коллег, старых археологов, когда открыли, тогда была версия, другой культурный слой. Дом, который вот это был, салон или часть дома, совершенно другой культурный слой. И сейчас я вам покажу арки, которые были входом куда-то, но находятся у самой земли, и это все тот же культурный слой. То бишь, никто ведь не знает прошлого, да, никто же не знает прошлого этого города. Мы говорим, что он погиб в первом веке, сколько он просуществовал, никто не знает. И, возможно, в веку восемь назад он уже до нашей эры он уже существовал, и что-то привело к его гибели тогда, и поэтому на нем вырос еще один город. Это в том направлении, ну, вот посмотрите, часть обубленной балки, которая была в холодном. На первом этапе это, когда вились раскопки, делали что? Пробивали шахту, тоннель, разводили коридорами, что найдут, тем, пограничатся, наткнутся на стену, пробьют ее, вот и здесь пробили, вот видите, дырка осталась, стену попали сюда и обнаружили семь скелетов и огромный клад посуды серебряной, она сейчас выставлена, вот здесь, 141 предмет, там и блюда, и чашки, и ложечки, и подставки, ну, очень роскошная посуда, причем чеканка сделана, здесь много золота было обнаружено, поэтому, в принципе, этот дом сразу закрыли, да, но кто это был, то ли это хозяева спасали свои сокровища, то ли это были мародеры, это осталось открытым вопросом, мы сейчас спустимся в конюшню, да, и Ваня увидит, там красивую тележку, причем, вот еще одно чудо реставрации, замените, что это, пожалуй, единственный дом, где есть подсобные помечения, остальные, как будто в гостинице живут, обратите внимание, пирокластический поток, который сошел на город, и замуровал людей, он замуровал и вход в эту конюшню, и здесь находилась тележка, вот это та самая тележка, только, естественно, металл сохранился, здесь металл весь оригинальный, и вот это чудо реставрации, когда они в этот оригинальный метал вставили современное дерево, для того, чтобы мы видели, как ездили в это время, перемещались, но есть мнение, что когда такая тележка, управляемая баллами, или опросами, подвижалась к родским городам, а дальше в гордово одеваем, такое мнение, такое существо, что при нацветке такое доброе время, перебрадить в общей великой какая-то деревня, это не только что-то, мраморные какие-то осколки, лепнина какая-то, грязь, не вступай, будет грязный, колодец, какие-то туалеты, какая-то комната, да, но все видно, лень, это хорошо, но наше пол каменное, неземляное, низкие, конечно, двери, вот, поэтому вот здесь пробито окно, и здесь пробито окно, и луч света, проходя через коридор, так или иначе освещает, вот и здесь это сделано параллельно, видите, а теперь вообще узкий коридор, который был бы совсем темным, если бы в Ногвенеции, да, если бы не сквозные окна, причем, обратите внимание, в этом помещении окно под самым потолком, внизу окон никогда нет, потому что вот эти квадратные отверстия это для баллов второго этажа, ну, а теперь то, что я вам обещала, подходитесь сюда, я хочу сказать, до меня дошло это совсем недавно, потому что вот это явное доказательство того, что это другой культурный слой, вот такие кладки, это, короче, арка, которая заложена, ведь здесь же была штукатурка, никто же не пытался кирпичи специально выкладывать, это просто был вход, помещение, верхняя часть входа, ну, это значит, что где-то вот там под нами, сколько веков, да, как раз ровно то помещение, которое мы видели, да, 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 и мы вдоль улицы увидим много таких арок, это был более бедная часть дома, явно хозяева других были, да, и те, которые вот свеку были, а это для ровных использовали, но в обязательном порядке вы видите, там плюли наверху, пусть и маленькая плесть, маленький имплювень, бассейн, куда водичка стекала, обязательно антарь для почитания домашних божеств, место для того, чтобы развести огонь и почитать богиню Весту, все вместе, краса, 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 вот посмотрите, они за период эпидемии восстановили второй этаж, да, ну вот здесь велись реставрационные работы, к сожалению, это, конечно, балки все на воде, есть у нас одна, одна такая часть, где оригинально, но там все дорожно-забором, там близко подойти нельзя, потому что все равно очень крупкая конструкция, но восстановили так, чтобы показать, а вот так второй этаж нависал на тротуарах, и вот нависающий второй этаж давал пень, защиту от палящего солнца, от дождя, от того, кто что-то вылет сверху, а крыша таки из чего? из черепицы, из черепицы, да, да, а вы знаете, и колени, не знаю, дорогие, кто из черепицы всегда, да, вот мы идем по улочке, которая, как или иначе, является узким переулком, карбином, да, вот, и здесь только одностороннее движение, хочу обратить ваше внимание на стенах и где обнаруживают надписи. Так вот, собственно, почему в первую очередь посвящены надписи. Каждый год в городе проходила избирательная кампания, да, кто-то выставлял свою кандидатуру, чтобы поучаствовать в жизни города, и больше всего боялись, что за ночью на стене соседи напишут какую-то пахту, потому что привыкли соседям верить больше всего. Это считалось, что это люди, которые знают ближе всего с того, кто баллотируется. Вот, поэтому соседи мы жили всегда хорошо. Поэтому надписи полагают, что появилось в тот год, когда город погиб и имеет отношение как раз к избирательной кампании. А мы с вами этим узким переулком сейчас увидим водопроводные трубы первого века до нашей эры свинца и выйдем на главную улицу города. Вот посмотрите, здесь совершенно другой тип атриумазии столовую кухню. украшение, но это тоже очень красиво, как окошко выглядит двор. Вот, хочу все время вам напомнить, что в 60-м году на воскресенье, да, и в первом дне, до нашей эры мы сочетали на проводке. Поэтому многие вот эти центральные бассейны стали превращать в цветники, там иногда воду держали, великолепно украшали. Посмотрите, видите, черепица пробита в специальный ручей, куда стекает вода с крыши. А вот он как раз участок, почему он огорожен, это оригинальный тротуар, который все выложено из этих битой керамики. Вот обратите внимание, водопроводная труба и свинца, которая подводит воду к дому, да, потому что в принципе, когда построили водопровод, то три точки, куда отправлялась вода, это общественные колодцы, на улицах, мы сейчас их увидим, вот, это баней общественной и уже третий это частные дома. Ну, говорят, люди по 5 дней там научились врезаться водопровод богатых, вот, и видите, он так и тянется вдоль дороги. Почему? Потому что когда его прокладывали, уже было каменное мощение улицы, и поэтому никто не заморачивал себе голову скрывать тротуар и прятать что-то внутрь. Как даже удобнее было, вдруг что-то случится, то можно было бы в любой момент отремонтировать. Обратите внимание, вот вам труба, которая воду с крыши подает. вы видите, какие небольшие фракции, да? Разрезанная пополам, она становится черепицей. Это все время одинаковая конструкция. Это вот такой длины и конец такой пазы, что одно в другую входит, как бы. Вот она и тут видна. Видите, чем близко. Видите, одна заканчивается, в другую входит. Это еще керамика того периода. Мы вышли на главную улицу. Это улица главный Докуман, который соединяет морской порт и проходит на несколько километров через весь город. Вот это одна главная улица, в которой стоят все переулки. А какая площадь? Значит, площадь изначально предполагают была 65 гектаров, а сейчас площадь раскопок 44 гектара. 44 гектара, да. Конечно. В принципе, многие здесь приходят в кроссовках на целый день и гуляют по городу и находят что увидеть, да. Но я вам хочу показать. Вот здесь восстановили, пожалуйста, идите сюда. Во-первых, из этих надписей мы узнаем, как здесь вкусно кормили, да, это реклама, скажем, той товаре, где торговали горячей пищей. Но кроме пищи, это был термополюс Азелина некой. Ну, даме было уже 30 лет, в котором считалась старушкой. Поэтому себя она уже не рекламировала. А вот здесь она рекламировала в этой надписи девушек, которые у нее обсуживали клиентов. Посмотрите, вот здесь термополюс расположен полностью, да? Заметьте, что второй этаж соединяется с первой приставной лестницей. Почему? Потому что хозяин будет отмечать договора на аренду два раза в году. Если не согласны были клиенты и возражали, он носил за собой лестницу на второй этаж. Так или иначе изолировал своих туристов. Так вот девушки, которые обслуживали клиентов, они обслуживали клиентов на втором этаже, поднявшись по лестнице. Поэтому своего рода публичные дома здесь были абсолютно при всех торговых лавках. Только предлагая услуги, было бы кого-то продавать. Вот у нас один фронтал. Если хотите, пополнить будет сервис. Поехали. Спасибо.